Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, уважаемые гости и участники космического урока. Приятно видеть школьников, интересующихся проектами, связанными с космонавтикой, несмотря на каникулы. На Земле микроорганизмы ожидают и окружают человека повсюду, в воде, в воздухе, почве, да и в самом человеке тоже присутствуют микроорганизмы. На Международной космической станции, вернее на ее поверхностях, также были обнаружены споры микроорганизмов. Вспомним про Марс, где ученые пытаются найти микроорганизмы или их следы. Или также малые космические тела, на которых, возможно, микроорганизмы путешествуют в космическом пространстве. Космические микробиологи изучают микрожизнь в космосе, ведут наблюдения и проводят эксперименты, чтобы создать безопасную среду жизни для человека на Земле и на космической станции. Сегодня на уроке мы узнаем о некоторых из них. Разобраться в микровселенной нам поможет заведующая лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем Вячеслав Константинович Ильин. Космическим опытом с нами поделится Токарев Валерий Иванович, летчик-космонавт, герой России, дважды побывавший на Международной космической станции. И еще один важный момент. В рамках проекта «Теплица за бортом» будет представлено задание для создания модуля оранжереи для Международной космической станции. Результаты выполнения данного проекта будут обсуждаться на уроках в октябре и в декабре, где наши эксперты из города Кемерово будут готовы вам помочь вырастить полезные растения для дальних космических миссий. Андрей Владимирович, прошу представить экспертов урока. Здравствуйте! Действительно «Теплица за бортом» один из самых полезных проектов, потому что это не только научный эксперимент. Результаты этого эксперимента можно есть. И сегодня у нас мощнейшая команда экспертов. Это Александр Васильевич Григорьев, доцент Кузбасского государственного университета. Он специалист по автоматизации и роботизации «Теплица». Она такая, знаете, высокотехнологичная. Также Александра Васильевна Заушинцева, профессор Кемеровского государственного университета, специалист в области агробиотехнологий. И ректор Кузбасского государственного технического университета Алексей Николаевич Яковлев. Он специалист по современным технологиям освещения для растений. Егор? Да, спасибо. Позвольте мне представить научного сотрудника Томского института химии и нефти Варвару Сергеевну Овсяникову. Специалиста по созданию специальных грунтов. Да, спасибо. Спасибо. Нас поддерживает Сибирский федеральный университет и Сибирское отделение Российской академии наук. Осмос Фьючер Биотех. Спасибо. Рады знакомству. Пожалуйста, ребята в Томской студии. Вам слово. Добрый день. Мы из технопарка Кванториум, Томск, города Томска. В нашем технопарке любой школьник может реализовать свою инженерную идею или стать частью проектной команды по одному или нескольким направлениям, которые ему интересны. Ребята из нашего космоквантума уже принимали участие в космическом уроке по созданию роя малых космических аппаратов. И занимались проектированием спутников формата Кубсад. В этом году мы хотим попробовать свои силы в проекте теплицы за бортом. Спасибо. Будем знакомы. Пожалуйста, Королёв. Здравствуйте. Здесь, в губернской библиотеке города Королёва, собрались воспитанники детского технопарка Кванториум с направлением космо, нано и хай-тек. Ранее мы уже принимали участие в космических уроках по темам РОИ-спутник и биологии. Недавно в рамках программы «Стратосферный спутник» мы запустили в «Стратосферу» прототип аппарата и провели физические эксперименты. Теперь мы готовы работать дальше по теме микробиологии. Ну что, ребята? Поехали! Да, спасибо. Мы рады знакомству. И, пожалуйста, Кемерово. Кемерово вообще на полпути к космосу. Мы находимся в аэропорту. Это не просто аэропорт, это... Международный аэропорт имени Алексея Хиповича Леонова, нашего земляка. Первого человека, вышедшего в открытый космос. Дважды Героя Советского Союза, Героя Кузбасса. И Кемерово тоже космический город, потому что... Имя славного города Кемерово носит астероид номер 2140, открытый советским астрономом Татьяной Смирновой в 1970 году. С космическим приветом из Кемерово! Да, спасибо, Кемерово. Очень зажигательно так получилось. Итак, теперь, когда мы все знакомы, мы можем начинать наш урок. И начнем мы с микроорганизмов. Вячеслав Константинович, думаю, всех интересует вопрос, как же микроорганизмы различают и какие из них можно встретить в космосе? Ну, здесь, наверное, уместно три момента. Первое – это то, что составляет микроорганизмы, которые формируют микрофлору человека, отправляющегося в космос, и то, какие изменения могут быть в количественном видовом составе этих микроорганизмов. Второй и не менее важный сюжет – это как раз микрофлора среды обитания космических кораблей, внутренних отсеков, которые тоже ведут себя особенно и непросто, потому что они попадают из среды их естественной жизни в гермозамотное помещение, где совершенно другие условия обитания. Они должны либо погибнуть, либо найти альтернативу питания своего и существования. И они находят, они селятся на неметаллических поверхностях, на бортовой кабельной сети, могут быть в других элементах среды обитания, и поэтому здесь ведется с ними неустанная борьба для того, чтобы снизить их опасность. И, наконец, третья категория – это недавно совершенно открытые вещи, которые появились в результате эксперимента тест, проводимых с НИИМАШ вместе с Институтом медико-биологических проблем. Это то, что селится на… или просто контаминирует, селится, наверное, неуместно сказать, на внешней оболочке станции. Здесь тоже есть живые микроорганизмы, и здесь как раз открывает непаханное поле для дальнейших исследований этой феноменологии. Спасибо. У нас еще будет несколько таких прикладных вопросов. Валерий Иванович, вам, как человеку, дважды побивавшему на МКС, приходилось ли встречаться с микроорганизмами во время работы? На самом деле микроорганизмы от нас никуда не исчезают. Мы живем рядом с ними, сосуществуем. И просто то, что мы их не видим там или не задумываемся, это не значит, что они отсутствуют. Они есть у нас и на Земле, есть и на космической станции. В принципе, весь вопрос в том, чтобы не создавать конфликтных ситуаций между микрофлорой своей и теми микроорганизмами, которые адаптируются внутри станции. Спасибо. Вячеслав Константинович, как я понимаю, как на Земле, так и на МКС в обычных условиях микроорганизмы не опасны. Но только в некоторых определенных ситуациях нужно от них полностью избавляться. Например, на Земле это в операционных. Скажите, пожалуйста, возможно ли полностью избавиться от микроорганизмов? Нет и не нужно. За исключением того, что вы сейчас отметили, это те режимы чистых помещений, которые просто требуют полного отсутствия микроорганизмов. Это как и в медицинском аспекте, так и в технологическом аспекте есть требования по регламенту количества микроорганизмов, вплоть до их полного отсутствия в среде обитания. В этих случаях применяются действительно и физические, и химические средства стерилизации или дезинфекции. В остальных случаях нет, конечно, человек должен находиться в условиях, где микроорганизмы сосуществовать с ними. Тем более, что целый ряд микроорганизмов обладает позитивными качествами, защищая организм человека от внешних воздействий тех же инфекционных агентов. Есть три барьера колонизации, так называемые. И первый из них – это барьер, формируемый непатогенными, защитными, протективными микроорганизмами, которые существуют для каждого биотопа человеческого организма, своя группа и свои виды микроорганизмов, свои коллекции. Спасибо. Ну, я думаю, всегда стоит помнить о гигиене даже на Международной космической станции. Скажите, пожалуйста, Валерий Иванович, все-таки есть необходимость уничтожать микроорганизмы на станции, и какие средства для этого используются? Слово «уничтожать» наверное не очень подходит, но на самом деле все начинается с Земли. Подготовка как самой станции, так и человека, и продуктов питания, воды, и одежды. Все это доставляется у нас с Земли, либо грузовиками, либо мы сами прилетаем туда, привозим с собой. Но факт то, что на этом все проходит определенную обработку. Обработку, которая как бы предотвращает проникновение болезнетворных бактерий или различного рода вирусов, чтобы они не развивались внутри станции, что само по себе будет небезопасно. Вот на протяжении многих десятилетий уже мы научились как бы обрабатывать. Для этого применяются различные способы. Это электрическое поле, это и специальные установки типа потока, это и химические средства. Да и экипаж на станции на самом деле, у нас же паркхозяйственный день, это суббота, когда мы в общем убираем станцию с помощью тех средств, которые опять же доставляются с Земли. Ну в общем, так же как мы убираем дом, так мы убираем свою станцию, поддерживая благоприятную вот такую вот микрофлору. Спасибо. Как уже сегодня говорилось, Вячеслав Константинович, некоторые микроорганизмы полезны для человека, даже жизненно необходимы. Какие это организмы и как их сберечь? Как я уже говорил, для каждого биотопа существуют свои протективные микроорганизмы. Давайте начнем, например, с самого большого по численности и по массе биотопа, как кишечник. И мы знаем те микроорганизмы, которые там населяют, посещая аптеку, допустим, где вам предложат пробиотики, основанные на лактобациллах, энтерококах или бифидобактериях. Для носоглотки это тоже, так сказать, пока что открытый перспективный биотоп, но и там уже есть свои микроорганизмы, которые тоже появляются в виде пробиотиков. Это в первую очередь солеварный стриптококк, который прекрасно работает в отношении золотистого стафилококка, в отношении патогенов парадонта, которые вызывают воспаление околозубной ткани, да и зубной бляшки. Это носоглотка, где тоже широко можно применять те же лактобациллы и даже коринобактерии. Вот недавно такие прошли робкие исследования, которые указывают на перспективность такого вида пробиотиков. Но, наверное, уместно сказать, что для определенного круга людей, занятых в условиях измененной среды обитания, какими являются орбитальные станции, космические полеты. Это использование микроорганизмов, протективных же микроорганизмов, изолируемых от самих же членов экипажа, чтобы на их основе создать пробиотические средства, так называемые аутопробиотики, которые работают гораздо более активно. Наши исследования в Институте медико-биологических проблем подтверждают эффективность такого рода пробиотиков, большую эффективность, потому что, ну, во-первых, у них нет проблем с приживляемостью, а все-таки пробиотик, купленный в аптеке, это все-таки такая, как говорится, аллогенная составляющая, то есть она иная, из иных сфер, источников, а здесь мы имеем дело с микроорганизмом, изолируемым от своего, от того же самого человека. Ну и потом нет проблем с аллергизацией, потому что тоже нельзя сбрасывать со счетов этот аспект. И все это работает достаточно эффективно, достаточно интересно и перспективно. Вот, я думаю, что наш институт скоро произведет исследования и на других биотопах, в том числе и на коже. Вот, и в России есть ведущая организация, занимающаяся разработкой новых аутопробиотиков, это в первую очередь Институт экспериментальной медицины. И мы как раз идем, так сказать, в келеваторе этого дружественного нам коллектива. Спасибо. Я думаю, пробиотики ассоциируются не только у меня с различным кефиром, йогуртами, сырами и так далее. И тут я опять попрошу Валерия Ивановича ответить, есть ли такие продукты в рационе космонавтов? Да, безусловно, есть. Опять же, набор продуктов, которые мы опробируем на земле. И, в общем-то, такое меню составляется с помощью специальных медицинских специалистов, которые за это отвечают, чтобы пища была сбалансированная. Она в основном сублимированная, эта пища, но есть и консервированная. Но туда входит в том числе и творог, и сыры, что является необходимой частью для поддержания микрофлоры организма. На самом деле, есть, может быть, конечно, недостаточно там свежих овощей и фруктов, которых тяжело доставить и тяжело хранить. И плюс, конечно, такого обилия йогуртов и кисломолочных продуктов, которые есть на земле, там этого нет. Но, в общем-то, практика показывает, что можно вполне жить и возвращаться здоровым и через полгода, и через год, и даже больше. Спасибо. Тут, я так понимаю, рацион у космонавтов достаточно разнообразный. Ну, продолжим. Вячеслав Константинович, микроорганизмы – это основные редуценты на земле. Они перерабатывают не только молоко. Какие из них можно использовать для утилизации, ну, например, органических отходов? Это очень интересная тема. Одна из самых больших групп отходов, которые сейчас накапливаются, – это средства личной гигиены. Они, в общем-то, индивидуальные, разового пользования, поэтому с ними нельзя больше ничего сделать, кроме как выбросить их. Но пока существует, так сказать, такая технология, которая связана с прогрессом, которая стыковывается и сгорает, эта проблема решается. Но когда наступит эра межпланетных экспедиций, вот здесь как раз будет достаточно большая проблема, связанная с утилизацией этой группы отходов, а также с группой отходов, которые формируются из тех несъедаемых остатков, которые будут эксплуатироваться при оранжереях. И здесь как раз микроорганизмы могут сыграть свою позитивную роль. Ну вот, в частности, мы готовим эксперимент сейчас на автоматическом спутнике БИОН, номер 2, где мы как раз будем изучать возможность мезофильного, то есть при 30-37 градусах, ферментации, анаэробной ферментации, вот такой вот группы отходов с помощью монокультур кластридий. Мы пробовали уже их деградировать в термофильном режиме, но это все-таки энергозатратно. А вот сейчас будет интересный такой эксперимент, когда будет мезофильный, то есть, по сути дела, не требующий никакой энергетики, и, скорее всего, достаточно будет саморазогрева этой системы. Это то, что касается утилизации этой группы отходов. Это происходит в два этапа. Первый этап – это, как я сказал, трансформация твердых отходов в жидкие. Получаем мы довольно большую жидкость, где очень много растворимой органики, она, конечно, никуда не годна. И вот дальше вот эта нерастворимая органика доочищается ассоциацией аэробов уже до состояния серой воды, то есть она годна для санитарно-генических целей будет. А по поводу растительных отходов, ну, та же самая история, тот же самый сценарий – это перевод сперва в жидкую фазу, и потом доочистка жидкой фазы. С помощью уже культур тоже аэробных, но больше здесь работают дрожжи различные. Вот, собственно, вот такую технологию мы разрабатываем. Мы, так сказать, являемся такими соучастниками, можно сказать, проекта «Мелисса» с Micro Ecological Life Support System Alternative, это проект Европейского космического агентства. Ну, мы не являемся, конечно, частью этого проекта, но мы очень сотрудничаем друг с другом и внимательно следим за успехами. Ну, вот так вот, пожелаю. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Валерий Иванович, как бактериям, способным перерабатывать отходы, попасть на космическую станцию? На самом деле, надо их целенаправленно туда доставить. Только весь вопрос, как их управлять этими бактериями, ведь мы понимаем, что одни приходят с нами и живут там, потому что, ну, мы в процессе эволюции на Земле уже существуем с ними давно. Другие могут попадать как бы несанкционированным путем. И с одними наша иммунная система справляется, но надо, чтобы не вызывали они каких-то негативных явлений. Так вот, как раз вся индустрия или та научная часть, научная программа Института медико-биологических проблем и других институтов, которые нацелены на то, чтобы изучать, как же создать такие бактерии, которые бы и утилизировали отходы, и были управляемые. Но это задача, наверное, все-таки целых поколений, будем так говорить. Вот, непростая задача, но частично она уже решена. И вот, скажем, мы же, скажем, собираем воду и влагу, научились это делать. И я в том числе и мои коллеги, мы выращиваем, там есть небольшая оранжерея внутри, когда мы, ну, я вот, допустим, горох выращиваю, вырастил его успешно там, собрали урожай, привез на землю, высушил. Вот, это так. А вторая задача еще, как, вот, допустим, хранить часть... Мы же там и бегаем, и потеем, то есть занимаемся физкультурой, намокает или влага распространяется. То есть ее надо держать в определенных нормах, то есть поддерживать вот этот баланс здоровый в атмосфере. Для этого есть также специальные средства, которые собирают эту влагу, мы потом получаем из нее фактически техническую воду и можем доводить до состояния питьевой, на самом деле. Хотя, ну, в практической жизни мы потребляем воду, которая доставляется с земли, но, в общем, на технические нужды вот такую воду можно вполне уже употреблять. А потом эту воду, в общем, путем электролиза разлагаем на кислород, водород, кислород там добавляем, который мы выедаем, дышим, водород мы выбрасываем там за борт уже, поскольку пока его не... Ну, в общем, эти процессы уже достаточно так отработанные идут, которые позволяют сохранять атмосферу там жизнедеятельности внутри станции. Спасибо. Ну, я так понимаю, системы жизнеобеспечения, системы связи, научные эксперименты и все, что вы сейчас перечислили по разложению воды, подготовке кислорода и так далее, это все требует определенной энергии. Валерий Иванович, какое напряжение в розетках космической станции? Ну, там есть несколько секторов, скажем, в наших модулях исторически это 28 вольт, в американских 120, но это опять же сложилось как бы технически, исторически с земли идет, будем так говорить, потому что мы же не создаем отдельно там какую-то электросеть, которая бы была совершенно не сопряжена с землей, поэтому все эти разработки идут с земли, и вот так вот, ну, тем не менее, большое количество преобразователей, конверторов, а в общем основную энергию мы получаем, это энергия Солнца, то есть солнечная батарея, большие такие, размахом там 72 метра, это с футбольное поле на самом деле, вот эти батареи, вот мне приходилось облетать станцию, и вот отчетливо понимаешь, все-таки размах современной международной станции, он достаточно большая она по объему, это вот основной источник энергии, который возобновляемый, восстанавливаем, и в перспективе, конечно, это тот основной источник, который мы должны использовать, это солнечную энергию, и затем уже на теневой стороне мы заряжаем аккумуляторные батареи, точнее на солнечной стороне идет зарядка батарей аккумуляторных, которые есть, они достаточно большие, и обеспечивают на теневой стороне, там же примерно пол орбиты на солнечной, половина примерно на теневой, тогда, когда энергия аккумуляторных батареи дается, и вот таким образом циклы идут, 45 минут примерно на теневой, примерно 45, ну 92 минуты орбита, вот так. Спасибо. Вячеслав Константинович, мне известно, что существуют бактерии-электрогены, и они в данный момент активно исследуются, но это вопрос о биобатарейках, так вот, как же устроены биобатарейки, и нужен ли им солнечный свет? Солнечный свет для... То есть биобатарейка, как мы... То есть микробный топливный элемент, как правильнее сказать, он состоит из двух ячей, соединенных между собой мембраны, и, конечно, в той ячеи, где помещается микробная ассоциация, здесь не нужен ни свет, не нужен даже воздух, это все, как правило, наэробные процессы, которые, результатом которых является формирование биопленки на аноде, и эта биопленка осуществляет транспорт электронов на анод, и таким образом... А в катодной камере просто дистиллированная вода, где тоже происходит диссоциация, и там образуются тоже и протоны, которые, собственно... И вот эта разница потенциалов, разность потенциалов, она, собственно, является тем самым индуцированным электричеством, предметом которого является исследование с микробным топливным элементом. Здесь очень интересные были исследования, и опять-таки вот эта батарея из восьми микробных топливных элементов полетит на бионе М-2, где мы будем исследовать разные сценарии вот этого биоэлектричества. Но здесь надо иметь в виду, что с нее нельзя взять очень много энергии. Она будет постоянной, она будет очень долгой, она будет практически не перезаряжаться в течение очень большого периода времени, но она будет не очень сильно продуктироваться, не очень не сильно... не много энергии давать. То есть, ну вот, например, у нас был эксперимент Марс-500, в котором вот батарея из шести ячеек, заряженных активным мылом, любезно предоставленным Московской станцией аэрации, Курьяновской, она давала нам 3,5 вольта, и это было достаточно для того, чтобы запитывать, например, такую аппаратуру, как анализатор газа в камере, в обитаемом отсеке. Вот, но она при этом проработала полтора года без зарядки. Вот какая мощная саморегулирующая система вот этот вот активный ИЛ. И сейчас мы исследуем разные совершенно вот источники микробных ассоциаций, в том числе и речек, которые тоже дают свою энергетику достаточно большую. И камчатские источники изучали. В общем, очень много разных исследований проводили и будем проводить. То же самое и с монокультурами. Например, известен такой электроген, как шаванелла анаиденсис. Она тоже дает неплохой вольтаж, там порядка 0,8 вольта с источника, но она, как все монокультуры, быстро выдыхается, в отличие от активного ИЛ, где ассоциация, что-то умирает, что-то использует использует вот это умершие микроорганизмы как источник питания для себя. Поэтому эта система, так сказать, практически не умирает. И она достаточно перспективная. Вот мы будем дальше смотреть, что можно оптимизировать немного, с катодной камерой поиграть, добавив туда как раз аутотрофное звено в виде, например, водорослей. И здесь как раз свет-то и нужен для того, чтобы они интенсивнее размножались и давали тоже, продуцировали кислород. Ну вот, собственно, вот так вот. Хорошо, так, мне сообщают, что не сообщают про МКС, чуть позже. В общем, вернулись к нашим микроорганизмам. Я так понимаю, таким образом можно совместить как утилизацию отходов, так и выработку электроэнергии. При перспективном развитии это может решить достаточно большое количество также экологических проблем. И будет эта технология применима в том числе и на Земле. Так, ну мы продолжим. Знакомиться с микроорганизмами и возможностями их использования при космических миссиях. Что уже узнали? Узнали о нюансах утилизации органических отходов и познакомились с микробным топливным элементом. Вячеслав Константинович, чем еще могут удивить наш микроорганизм? Ага, извиняюсь. Вячеслав Константинович, мы об этом поговорим чуть позже. Все-таки МКС готов выйти с нами на связь. Ребят, сейчас вы сможете задать экипажу МКС вопросы, связанные с текущими микробиологическими экспериментами. Космонавт российского сегмента Петр Дубров и Олег Новицкий готовы выйти с нами на связь. Напоминаю, задержка составляет несколько секунд. Вопрос задаем с микрофоном, ждем ответа. И перед тем, как задать вопрос, представляемся. Называем имя и школу. Итак, МКС, здравствуйте. Так, хорошо, у нас есть задержки. Здравствуйте, участники космического урока. Мы вас слышим. И спасибо за интересную лекцию, часть которой мы услышали о микроорганизмах. Было очень занимательно. Очень рады вас приветствовать с борта Международной космической станции. Ну, я думаю, мы сразу тогда перейдем к вопросам. Порядок у нас будет следующий. Начинает Красноярск. Пожалуйста, студия Красноярск, ваши вопросы. Здравствуйте, меня зовут Карпова Екатерина. Я ученица гимназии номер 13. У меня есть вопрос. Известно, что перед тем, как корабли отправляются на Международную космическую станцию, они проходят тщательно дезинфекцию, а экипаж находится на карантине. Есть ли еще какие-либо способы предотвращения попадания вирусов на Международную станцию? Спасибо. Добрый день, Екатерина. Спасибо за вопрос. Действительно, и экипажи, и корабли обрабатываются перед отправкой на Международную космическую станцию, чтобы не допустить попадания каких-либо вирусов, бактерий вредоносных, которые могут помешать работе оборудования, повлиять на здоровье экипажа. В период представителя подготовки проводится двухнедельный карантин. Также ежедневный медицинский осмотр всех членов группировки, которые прибывают на космодром Байконур. Также экипаж перед выездом с гостиницы обрабатывается специальным раствором, полностью передевается два раза, чтобы также снизить риск попадания каких-то вредоносных микроорганизмов на борт станции. Спасибо. Да, еще один вопрос. Спасибо большое за ответ. Еще один вопрос из Красноярской студии. Здравствуйте, меня зовут Уантаева Анастасия, я ученица гимназии номер 13. У меня есть вопрос. Не так давно в СМИ была информация о находящейся коррозии на борту МКС. Есть ли какие-то способы о оперативном обнаружении ее на станции? Добрый день. К сожалению, средства массовой информации далеко не всегда сообщают точную и правильную информацию. Сейчас коррозии на борту у нас нет. И это благодаря тому, что у нас есть достаточно много профилактических мер. Во-первых, мы постоянно осматриваем станцию, чтобы не возникли какие-то процессы коррозии. Каждую неделю во время уборки мы обрабатываем все поверхности специальным составом. Есть более агрессивные способы удаления, противогрибковые составы, которые мы применяем гораздо реже, но для профилактики, чтобы не возникали никакие повреждения, не росли никакие микроорганизмы. То есть, такие действия тоже производятся. Поэтому мы сейчас можем сказать, что станция в замечательном состоянии и никакой коррозии на ней нет. Благодарю за ответ. Спасибо. Следующие вопросы у нас будут из Томской студии. Ребят, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут музыкант Дмитрий. Я ученик второй школы. У меня к вам есть вопрос. Модуль наука был осмотрен вами. В интернете сообщалось, что сейчас идет его разгрузка, а в сентябре планируется выход в открытый космос. Итак, как вы относитесь к увеличению жизненного пространства на космической станции? И есть ли у вас желание проводить эксперименты? Спасибо. Спасибо за вопрос. Естественно, у нас есть огромное желание и продолжить начатые эксперименты, и включиться в работу с новыми. Увеличение жизненного пространства это вообще для нас маленькое счастье, поскольку все-таки пришел целый модуль. Мы его действительно уже разгрузили, освободили рабочие места, пришло очень много нового оборудования. Поэтому мы готовы работать на новых площадях с новыми экспериментами в любое время. Да, у нас в Томске есть еще один вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Мадюжина Лилия. Я ученица 12-й школы. Согласно схеме нового модуля наука, в нем расположены термостаты. Какая температура будет в них поддерживаться, и какие эксперименты, кроме микробиологических, будут выполняться с их использованием на МКС? Добрый день. Да, действительно, у нас имеются термостаты. Я даже сказал, что их двух... термостаты двух видов. Сейчас основной используемый это термостат ТБУВ, который может поддерживать температуру от 2 до 37 градусов. На новом модуле таких термостатов пришло 3, как мы знаем. Правда, мы их еще не включали, не осматривали, но надеемся, что они функционируют замечательно. И два термостата постоянно используются во время экспериментов. И сейчас они расположены в рабочем объеме модуля SM. Также у нас есть термостат Криогем, который может создавать и отрицательные температуры от минус 22 до 37. И все эти термостаты используются в большом достаточно количестве экспериментов. Везде, где нужно выращивать какие-то культуры. Такие эксперименты, как асептик, биопленка, пробиовид, который сейчас проводится, кстати, в рабочем объеме. И также во время различных исследований станции. Вот недавно проводился такой эксперимент, как экосфера, где мы исследовали различные виды микроорганизмов, которые могут находиться именно в воздушном пространстве. И один из этапов этого эксперимента также проходил с использованием термостатов. То есть при температуре 37 градусов в течение двух дней мы выращивали в чашках Петри пробы, которые затем исследовали. Спасибо. Следующие вопросы у нас будет из Кемеровской студии. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Хлыстун Ярослава. Я ученица 93-й школы. И мой вот такой вопрос. Мы решили принять участие в проекте «Теплица за бортом», которая будет моделировать микрогравитацию и гравитацию планет и спутников. Как вы думаете, в будущем космическое сельское хозяйство будет развиваться на орбитальных станциях или на поверхностях небесных тел? Например, на Марсе или Луне. Замечательный вопрос. Очень актуальный. Если вообще сельское хозяйство будет развиваться или на борту, или на каких-то небесных телах, то это будет только приветствоваться космонавтами, поскольку у нас пища в основном сублимированная, консервированная. И наличие на столе свежих овощей и фруктов будет просто очень радовать экипаж. А направление развития сельскохозяйственного будет зависеть от поставленных задач. Теплица, как вы говорите, за бортом, она будет очень необходима и в процессе полета к небесным телам, чтобы обеспечить экипаж свежими продуктами в процессе самого полета. И также для тех групп людей, которые будут работать на поверхности других планет, и также будет необходима такая же свежая пища. Поэтому ваше направление работы мы приветствуем с огромной душой. Спасибо. Так, из Кемеровской студии у нас есть еще один вопрос. У нас есть еще один вопрос. Меня зовут Игорь Мазура, я ученик гимназии номер 71. У меня вопрос. В конце 2019 года сообщалось, что на МКС был отправлен биоконтейнер с водорослями хлорелла для фильтрации воздуха и питания космонавтов. Используются ли они сейчас на МКС? И по вашему мнению, имеют ли они перспективы в последующих дальних космических полетах? Спасибо. Замечательный вопрос. Действительно, такой эксперимент проводился у наших партнеров на американском сегменте. Сейчас, насколько я знаю, таких экспериментов в настоящее время не проводится, но сам по себе он очень интересен и я считаю перспективным. Потому что, как показывают исследования, водоросли играют достаточно важную роль именно в земной экосфере. очень много процессов связанных с очисткой, выработкой кислорода происходит именно в этой среде, в среде морской, в среде водорослей. Поэтому и в условиях космического полета, я думаю, тоже водоросли могут быть очень полезны, поскольку в достаточно малом объеме могут показывать высокую эффективность и в производстве какого-то биоматериала, и в процессах очистки, выработки кислорода. Но, естественно, нужно проводить дополнительные исследования, нужно изучать условия, при которых водоросли наиболее эффективны и хорошо могут функционировать, в каких условиях их содержать на борту, чтобы это было безопасно для экипажа. Поэтому здесь есть еще очень много направлений для исследований. Спасибо. Следующий вопрос у нас будет из Королева. Здравствуйте. Кривоносов Олег, лице научно-инженерного профиля. На МКС проводился эксперимент электронный нос. Прибор позволял проверять наличие микроорганизмов на поверхностях станции. Какие приборы сегодня позволяют это сделать и работают ли они в автоматическом режиме или пробы берутся вручную? Спасибо за вопрос. Да, действительно, в предыдущей экспедиции мне пришлось работать с аппаратурой эксперимент электронный нос. Но на данный момент мы его не используем. И сейчас мы берем пробы вручную с внутренних поверхностей на российском сегменте при проведении эксперимента биодеградация. И, естественно, при выполнении работ в открытом космосе мы берем пробы с поверхности станции при проведении эксперимента тест. Спасибо. Еще один вопрос из Королева. Королева. Здравствуйте. Я Шитько Арсений. Я ученик гимназии номер 9. И у меня есть к вам вопрос. Во время пандемии к гигиене мы очень стали серьезно относиться. Чаще стали мыть руки, протираем планшеты, телефоны. Какие требования сейчас на МКС? Да, гигиена на МКС это, конечно, тоже очень важный и актуальный вопрос. И мы стараемся очень внимательно за этим следить. Ну, кроме каких-то ежедневных гигиенических процедур, которые мы выполняем так же, как и на земле. У нас обязательно есть гигиенические процедуры после занятий спортом. Еженедельная уборка станции, то есть каждую, ну, как правило, субботу. Пылесосится все поверхности, удаляется пыль, протираются поверхности специальным составом, который предотвращает какие-то образования, как я уже рассказывал. чуть с меньшей периодичностью, но также обрабатываются поверхности специальным составом фунгистат, который противодействует росту плесневых грибов и других каких-то микробиологических организмов. Вот, за чистотой на станции мы следим очень внимательно, постоянно, регулярно, и благодаря этому она работает хорошо. Спасибо. Следующий вопрос у нас будет из Томской студии. Пожалуйста. Здравствуйте, я Трисков Виктор, ученик девятого класса школы эврик-развития. У меня будет такой вопрос. На на модуль наука установили манипулятор ЭРР. Когда вы планируете начать его использовать, сможет ли манипулятор самостоятельно обрать пробы с внешней и поверхности станции? Как это делают космонавты при эксперименте и тесте? В этом случае пробы может быть чаще получать и ученые получат больше информации о микроорганизмах и смогут оследить динамику например в течение года спасибо за вопрос действительно на модуль наук установлю манипулятор эра на сетябре время не карби следующие выхода мы будем работать с ним то есть будет проводиться первичные какие-то проверки функционирования полностью эксплуатацию будет допущен в следующем году и вот петр валерьевич будет с ним работать более плотно с нашими европейскими коллегами спасибо так следующий вопрос у нас будет из кемеровской студии пожалуйста здравствуйте меня зовут парамонова вероника я ученица лицея номер 89 на американском сегменте недавно вы вырастили редис институт медико-биологических проблем готовят к отправке на мкс теплицу хотели бы вы проводить время в теплице или вы предпочтете чтобы она была полностью автоматизирована спасибо замечательный вопрос да действительно наших партнеров регулярно проводятся различные эксперименты по выращиванию растений в условиях орбитального полета и нам тоже было бы интересно провести такой эксперимент очень надеюсь что все таки теплица до нас доберется и мы начнем с ней работать но я все-таки считаю что такие такая аппаратура должна быть действительно автоматизирована потому что на борту экипажа достаточно много забот не только по проведению научных экспериментов но и по обслуживанию станции по поддержанию ее функционирования поэтому чем больше аппаратуры требует вмешательства экипажа для работы с ней тем соответственно меньше времени остается на другие работы и может быть даже вообще на какие-то работы времени хватит поэтому насколько возможно я считаю такие устройства должны работать автоматически освобождая и время экипажа и в то же время уменьшая возможности каких-то ошибок как вы видели сеанс связи у нас заканчивается жаль что мы не можем задать все вопросы но я думаю эксперты в дальнейшем нам с этим помогут разобраться если вопросы у нас остались мы благодарим космонавтов российского сегмента международной космической станции петра доброго олега новицкого спасибо вам спасибо огромное за интересные вопросы всегда рады общаться чем надеемся что сегодня смогли вам сообщить это интересную полезную для вас информацию удачи и успехов во всех ваших исследованиях да мы продолжаем наш урок мы говорили о том что есть определенные нюансы при утилизации органических отходов познакомились с микробным топливным элементом и вячеслав константинович скажите все таки могут ли нас еще чем-нибудь удивить микроорганизмы ну вот мы готовим сейчас эксперимент с связанный с биосвечением это вот мы впервые с этим столкнулись собственно не впервые эта феноменология была открыта еще в тридцать пятом году россии советскими учеными и смысл стоит том что при делении эукариотической клетки содержащие ядро образуется приметозе потому что будет процесс называется метами ты мета генетическое излучение то есть в процессе деления ядра бы высвобождается какое определенное количество энергии как правило светового диапазона и при сокультивировании например культур допустим хлебных дрожжей вот сахар и митцесса ревизе одна культура предположим уже находится в стадии лакфаза другая только-только засеяна и если их сокультивировать вместе и допустим просто перекрыть кварцевым стеклом то вот вот это вот именно рецепиентная культура она будет расти несколько быстрее контрольной то есть вот эти вот эта вот энергия который вас высвобождается донорской культуры она вот влияет тоже на культуральные свойства вот культуры растущей ну и здесь почему космос потому что здесь на земле соки очень много интерференции за счет магнитных составляющих и геомагнитных составляющих там же это будет достаточно ослаблено и и поэтому мы просто посмотрим интенсивность этого процесса интенсивность процесса высвобождения энергии светового диапазона придет при делении эукариотические клетки на примере сахара мицет и увидим как это работает и дальше если мы увидим что это действительно работает интенсивно то дальше будем думать что делать дальше с ним да спасибо много различных идей связанных с микроорганизмами скажите пожалуйста валерий иванович сейчас вот много говорят о пилотируемой полете к марсу который может занять по времени до полугода это только в одну сторону как вы думаете возможно ли такая миссия без систем полного круговорота веществ на станции если мы говорим полная то это наверное ну совсем идеальный на данном уровне развития практически пока для нас недостижимый результат чтобы замкнутый цикл был полностью но стремиться к тому чтобы максимально использовать то что мы с собой берем перерабатывать потом возобновлять вот для этого идут работы конечно в этой вот микросфере чтобы очень хорошо понимать работу всех микроорганизмов управлять этой работой сегодня школьники краснояр да у нас небольшой перерыв был такой я так понимаю здесь основной вопрос в кпд и предлагаю посмотреть видеоматериал от наших красноярских ученых ска находятся на экскурсии в институте сотрудник института биофизики сегодня школьники красноярска находятся на экскурсии в институте биофизики они увидят как работает экосистема биус моделирующий замкнутую экологическую систему жизнеобеспечения человека с автономным управлением здравствуйте меня зовут трифонов сергей викторович я старший научный сотрудник института биофизики соран я работаю лаборатории занимающейся разработкой технологии для выращивания растений в искусственных условиях именно замкнутых экосистемах то есть экосистемах которых налаживается замкнутый массообмен с целью воспроизводства необходимых веществ для экипажа такие системы предполагается использовать на лунных и марсианских базах зачем нужны замкнутые экосистемы за тем чтобы удешевить обслуживание таких вот лунных и марсианских баз чтобы не возить постоянно ракетами необходимо человеку продукты а воспроизводить их там на месте в таких системах основным средообразующим звеном являются высшие растения то есть растения дают человеку кислород воду и пищу воспроизводя их внутри этой системы соответственно человек съедает растения несъедобные растительные отходы отходы жизнедеятельности человека это все перерабатывается с целью получения из них удобрений и затем на этих удобрениях растения вновь выращиваются они вновь дают человеку необходимые продукты таким образом налаживается замкнутый масса обмен между человеком и высшими растениями первым такой системой в первом своем роде была система bios 3 построенная 70-х годах прошлого века в советском союзе в результате экспериментов приведенных с этой системой было установлено следующее человек и высшее растение самом деле могут сосуществовать долгое время в течение нескольких месяцев в герметичном замкнутом пространстве объеме наблюдения показали что в таких условиях возможно получать полноценные высокие урожаи и воспроизводится необходимую человека человеку питьевая вода также было показано что микрофлора человека или микрофлора растений не нарушается и в течение нескольких месяцев находится в пределах нормы то есть физиологическое состояние растения человека находится в норме таким образом данные эксперименты показали что такие системы замкнутые системы с человеком растения принципиально возможно создать сейчас во всем мире у нас тоже частности продолжаются эксперименты по разработке технологий для этих вот систем жизнеобеспечения сегодняшняя экскурсия и общение с научными сотрудниками помогла мне понять что космос это не настолько далекая сфера для русской науки для всемирной науки так как основной шаг уже сделан будто ты попал в какой-то фантастический фильм действительно сам пробилась это что-то из разряда фантастики да вячеслав константинович есть ли в этой схеме место микроорганизмом или микробиологические и физико-химические методы утилизации отходов пока что конкурентно ну во первых мы всегда с удовольствием с интересом и симпатией следим за работой дружественного нам коллектива из института биофизики и здесь микроорганизмы конечно вопросы наличия микроорганизм очень актуально именно в том наверное вот тут тем что мы сейчас занялись в рамках базовой тематики академии наук это разработка как раз микробиологической защиты ризосферы от тоже от патогенной микрофлоры вот и роль и подбор как раз культур которые могут защитить корневую систему от вот от контаминации патоген патогенных для этой системы микроорганизмов этим мы сейчас заняты и будем заниматься этим в течение по крайней мере пятилетий я надеюсь что здесь будет конечно предмет для и сотрудничества с нашим дружественным коллективом из сибирского отделения академии наук спасибо как уже говорилось раньше овощи и фрукты на земле принято мыть под проточной водой ну например также чтобы смыть в том числе микроорганизмы скажите валерий иванович а бывает ли такое что фрукты и овощи попадают в рацион космонавтов в том изначально видим который они прорастают ну или может быть зелень хотя бы на самом деле это все доставляется грузовиком прогресс конечно она доставляется минимальных количествах это на самом деле когда приходит репчатый лук или там лимон или яблоки простые обыкновенные они на земле на самом деле все обработаны уже их нет необходимости мыть но я хочу сказать что все равно на некоторых лимонах даже в частности когда они ж долго хранятся там на самом деле готовят а формируют грузовик все равно есть помятости и плесень образуется уже вот это приходится срезать на самом деле ну помыть можно но условиях невесомости лучше вытереть там салфеткой обработать которых вполне достаточно и влажных сухих там и запас воды есть вот но я вот не договорил вам хотел сказать сейчас что на самом деле идеальным космическим кораблем является планета земля и для того чтобы долго и далеко путешествовать надо вот научиться моделировать все процессы которые происходят у нас на планете земля поэтому это вот наш такой общий корабль который нам надо на самом деле беречь и очень хорошо изучать спасибо раз уж речь у нас прошла различные овощи фрукты зелень и в том числе корабли выращивание растений на станциях это обязательный элемент для дальних миссий и теплицы за бортом это как раз таки проект по созданию автономного модуля оранжерея команда кузбасского государственного технического университета приглашает школьников к участию в этом проекте внимание на экран уважаемые участники космического урока выращивание растений на орбите имеет не только важное значение для жизнеобеспечения космонавтов на орбите но также решение фундаментальных задач связанных с пониманием процесса которые происходят в растениях условиях жесткого космического излучения исследование биохимических процессов дает возможность получить результаты которые можно использовать не только на орбите но и на земле поэтому нужно знать что чувствуют растения космонавты поскольку им приходится испытывать множество негативных факторов на орбите таких как отсутствие конвекции то есть передачи тепла отсутствие гравитации замкнутое пространство космическая радиация а также высокая концентрация углекислоты и этилена самого начала освоения космоса человечество привлекало идея заняться орбитальным садоводством первый русский ученый космист основоположник космонавтики константин эдуардович сиолковский впервые сформулировал требования к растениям в космосе он писал растения должны быть плодовитые мелкие без толстых стволов в своем альбоме космических путешествий циолковский нарисовал схему космической оранжереи с искусственно созданной гравитацией невесомости растения могут расти двумя способами в зависимости от жизненной формы растения либо цепляются за какую-либо поверхность и вьются вдоль нее либо тянутся к свету первые оранжереи появились 1964 году на советском космическом корабле восход это был пластиковый стакан с крышкой на котором сверху размещался светильник а внизу субстрат с семенами или луковицами космонавт смачивал субстрат вручную в этом космическом эксперименте выращивали тюльпаны и ацинты которые проросли мин но не зацвели следующим этапом развития космического растеневодства было создание оранжерей типа оазис на станции салют космонавты выращивали лук и горох в 1982 году испытание прошла камера фитон 3 который стоял центрифуга для создания искусственной гравитации чтобы ростки могли ориентироваться вдоль вектора центробежной силы ходе этого эксперимента впервые на орбите зацвел робидопсис это растение семейства капустная самый большой объем экспериментов с растениями было проведено на советской станции мир первой автоматической оранжереи свет использовался микропроцессор который получал данные от датчиков и управлял системами управления температурой вентиляции освещения и компрессором стал обычным делом выращивать растения на гидропонных установках когда на горизонтальной поверхности устанавливались емкости с семенами и прогонялся воздух сквозь капсулу в оранжереи свет сотрудниками лаборатории биологических систем жизнеобеспечения института медико-биологических проблем ран показано что основные характеристики растений в цикле развития от семени до семени в условиях невесомости не претерпевают значительных изменений международной космической станции эксперименты были продолжены период с 2002 по 2011 год в оранжереи лада созданный совместно с американцами российские космонавты провели 17 экспериментов с растениями гороха пшеницы ячменя редиса и салатных культур в настоящее время создана разжерея витоцикл т для конвейерного выращивания салатной зелени на борту мкс витоцикл это камера внутри которой медленно вращается цилиндр с растениями а на ее внутренней поверхности располагаются светодиодные лампы на поверхность вращающиеся цилиндра устанавливают куветы с волокнистым субстратом и наклеенными на него семенами когда растения вырастают космонавту остается лишь их срезать и поставить на новое место новую кувету сейчас ученые института биофизики саран разрабатывают новую установку биострим которая рассчитана на длительное жизнеобеспечение человека применительно космонавтическим планетарным станциям нейтрализации побочных токсичных веществ получение воды роста растений на первых на продуктах переработки фундаментальными задачами космической биологии растений является получение новых знаний о роли гравитации света и механического воздействия растений в процессе их роста и развития на космической орбите а также транскриптованные протеомные эпигеномные исследования полученные в экспериментах по выращиванию растений в космосе которые можно использовать для построения моделей метаболических путей растений устойчивых не только к гравитации но и к другим стресс-факторам желаю вам удачи в ваших научных достижениях как мы понимаем создание теплицы достаточно сложный проект связанные с биологией в большей мере с инженерией александра васильевна по каким принципам следует выбирать растение для теплицы за бортом и должна заметить чтобы он был должен быть успешным необходимо обратить внимание на биологические особенности развития растений на их полезные свойства и конечно же на питательность и например если использовать скороплодную культуру земляника то вы можете использовать не только плоды но и листья которые могут обезболить какие-либо недостатки в организме человека либо вы можете взять такую культуру семена щавеля они очень быстро всходят быстро наращивается зеленая масса а содержит она большое количество макро и микроэлементов витаминов а c и многих многих других что тоже очень важно получать хорошие быстрые биопродукты ну а если использовать лук то надо сказать что 100 граммов этой биомассы дает суточную дозу такого элемента как калий который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему а также 30-40 процентов витаминов а c и многих многих других элементов есть такая очень уникальная овощная культура как амарант он имеет большое количество белков жиров углеводов которые очень хорошо сбалансированы а также отводит радиацию что важно для космических условий конечно обращая на это внимание вы ребята должны решить задачу правильного подбора растений чтобы они не приедались космонавтов поэтому ваша задача создать зеленый конвейер кто в котором будут участвовать разные виды растений и они должны взаимодополнять друг друга по всем перечисленным свойствам я желаю вам удачи в этом эксперименте благодарю вас спасибо александра васильевна я думаю здесь очень все важно и тяжело выделить что-то более главное но думаю стоит отдельно уделить внимание именно форме зеленых биопродуктов доступных необходимых космонавтом это микро проростки микро зелень и листья биоактивных растений так как получить имеется виду плоды достаточно долгий процесс на одном из космических уроков ребята и сириус уже предлагали проект лунной теплицы основанный на аэропонике какой способ выращивания растений предлагается в теплице за бортом я попрошу на этот вопрос ответить варвару сергеевну овсяникову с жидкостями в невесомости работать достаточно сложно поэтому мы предлагаем создать искусственный грунт это такое такое составное вещество которое будет состоять из сыпучих компонентов и связующего клея конечный продукт должен обладать определенной упругостью прочностью но быть проницаемым для воздуха жидкости и для корневых систем растений в качестве сыпучих компонентов мы предлагаем использовать органические и минеральные вещества которые бы обладали высокой влагопоглощающей способностью то есть могли бы впитывать и удерживать влагу а в качестве связующего компонента мы бы предложили использовать полимер который при нагревании набухает и растворяется в воде и образует такой густой клей а после замораживания и оттаивания получается упругий гель наподобие холодца как мы получаем из желатина и крахмала вот ну и конечным эффективность такого материала нужно из оценивать по его взаимодействия самими растениями по всхожести семян по скорости их прорастания по скорости роста растений и какой получится конечный продукт то есть какая величина листьев там или корневой массы а в задачи исследователя то есть наших ребят будет входить подбор оптимального состава то есть соотношение к сыпучих компонентов связующего клея и минеральных удобрений и способы их получения я желаю удачи спасибо варвара сергеевна как я понимаю с грунтом ребятам придется поэкспериментировать и подобрать оптимальный вариант для выбранных растений мы все знаем что кроме грунта растениям для нормального роста и развития также необходим свет освещение алексей николаевич прошу рассказать как создать искусственное солнце на борту и как получить для него энергию и нужно ли это солнце периодически выключать или пусть себе светит здравствуйте уважаемые друзья я бы начал с того что для того чтобы растения наши все-таки росли да нужно здоровье здоровье и такие условия которые мы с вами все люди да и понимаем что нам когда комфортно когда тепло светло да и никто нас не 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 кусает в том числе и всякие вирусы вот ну и несмотря на то что сегодня мы собрались для того чтобы обсудить вот такие тонкие аспекты которые касаются допустим растений нужно понимать что если мы мы уже привыкли к тому что для человека это свет да но на самом деле нам нужна энергия которую преобразуют растения в свои биологические и химические процессы то есть биохимические процессы мы должны способствовать и вот эту энергию мы с вами должны дать растениям на самом деле это не свет а это определенные участки излучения которые мы должны использовать в двух направлениях первое это организовать такие спектры излучения или такие кванты и желательно бы чтобы эти все кванты были у нас посчитаны то есть это конечно трудно сделать но сегодня есть достаточно много литературы которая говорит что для разных растений нужен разный спектр излучения или разная энергетика излучения для того чтобы преобразовывать те необходимые элементы которые мы получаем из грунта и из атмосферы в необходимые для роста растения элементы и соответственно нарастает масса и получаются те как раз витамины и полезные вещества которые дальше будут нужны космонавтом так вот значит наша задача с вами сформировать такое излучение или такой диапазон излучения его еще называют оптический диапазон который будет выполнять две функции первая функция этой создать условия комфортные для роста ну например вы задумывались о том почему листья растений бывают разного цвета до задумывались нет но на самом деле они разного цвета именно потому что не весь спектр света или не все кванты нужны растениям и поэтому они пытаются их сортировать или фильтровать поэтому в данном случае мы должны понять для разных типов растений или видов растений нужен разный спектр излучения вот для нас например хорошо когда спектр ну белый или близок к теплому желтому да это напоминает нам солнце и мы себя ощущаем комфортно для растений это совершенно другой должен быть спектр излучения тот который для него приятный и с другой стороны мы должны понимать что это излучение мы должны использовать так чтобы наших энергетических ресурсов хватило как можно на дольше для того чтобы не заряжать до батарейки для того чтобы их подольше использовать поэтому здесь мы должны с вами при придерживаться принципов ресурса энергосбережения и подытожив я хотел бы резюмировать что первое нам нужно с вами создать условия и мы должны сформировать спектр для роста и еще есть одна задачка которая необходима для того чтобы у нас не завелись лишние микроорганизмы необходимо еще подобрать такой спектр излучения который бы освобождал от микробиологии то есть дезинфицировал и это лучше всего использовать ультрафиолетовое излучение поэтому мы должны предусмотреть еще источники излучения ультрафиолетового спектра ну наверное у меня все дальше вы все это прочитаете придумаете я готов с вами обсуждать то что вы какие конструкции вы придумаете и готов ответить на ваши все вопросы спасибо удачи спасибо запомним нужно подобрать для выбранных растений режим освещения рассчитать необходимое количество солнечных батарей ну и соответственно аккумуляторы для них напомню что теплица за бортом как и любая другая теплица требует ухода и контроля о чем нужно подумать в первую очередь как обеспечить растениям нужные условия и вовремя их подкорректировать при необходимости соответственно прошу этот момент прояснить александра васильевича пожалуйста здравствуйте уважаемые участники космического урока действительно вам необходимо создать теплицу которая будет работать полностью автономно то есть без участия человека для этого можно использовать уже системы датчики которые уже используются уже применяются ну например для автоматизации полива можно использовать датчик датчик влажности почвы который бывает резистивного типа либо ямкостного типа то есть можно вот такой датчик использовать либо либо ямкостного типа у них есть свои достоинства и недостатки но в процессе конструирования вы конечно же выберете тот который подходит под ваши условия далее сигнал с датчика влажности подается на контроллер 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 получив сигнал с датчика влажности определяет следует ли поливать или пока что можно не поливать растения кроме того растения очень чувствительные к составу окружающей среды то есть это к содержанию различных газов в атмосфере поэтому этот процесс тоже надо контролировать для этого используются датчики концентрации газа вот здесь вот для примера принес два датчика это датчики концентрации кислорода и co2 то есть углекислого газа ну и также на любые другие газы такие как сероводород вы сегодня слышали их тоже надо контролировать и этилен тоже есть далее вам предстоит также автоматизировать процесс посева для этого нужно создать установку которая бы семена подавала бы специальную камеру для предварительной обработки а затем бы размещала бы в ячейке с раз где будут потом расти растения и и наиболее интересная часть наверное которую вам предстоит сделать это полностью автоматизировать и роботизировать процесс уборки урожая и передачи его на на международную космическую станцию вот этот процесс можно сделать с помощью например трех координатного механизма который используется в станках с числовым программным управлением ну конечно же для всех этих систем вы можете предложить свои решения все зависит от вашей творческости креативности желаю вам успехов спасибо александр васильевич полить посадить проверить условия вовремя их подкорректировать и собрать урожай и это все без участия человека я думаю наши участники урок уже готовы принять участие в проекте тем более эксперты будут вам помогать своими знаниями на всех этапах идеи проекта мы будем обсуждать в октябре на космическом уроке а итоги на декабрьском космическом уроке ждем вас в проекте теплица за бортом и на космических уроках также дополнительно задание будет размещено на сайте Кузбасского государственного технического университета ну и подводя итоги этого урока хочу еще раз поблагодарить наших экспертов также руководителей площадок и школьников которые увлекаются и увлекают ребят космонавтикой даже во время каникул и закончить урок я прошу Валерия Ивановича Токарева пожалуйста королев всем участникам большое спасибо за активное участие в этом уроке и за такие хорошие знания а самое главное спасибо за то что вы стремитесь по знанию вот я хочу чтобы вы выбрали для себя цель и настойчиво к ней шли тогда все у вас в жизни сложится в общем удачи вам успехов и здоровья главное на этом наш урок закончен всем спасибо до встречи спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! ими спасибо за просмотр! погода соорежа